какие-то звуки тут идут добрый день сразу скажу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против я вас слушаю говорите пожалуйста говорите говорите я сейчас тут света дам больше что видно было давайте а то в потемках давайте что покойник это уже 90 процентов а если 10 процентов это будет убраться типа как будет ну человек недалекий будет травмы головные и все таки господь меня спас от смерти я закончил школу окружил в армии отучился в техникуме боговеряющий человек ну это я такой маленький предыдущий что я нахватно просто я христианин но в данный момент у меня болит душа и сердце я не могу найти ответа я сам вырос в деревне курсской области и дело в том что когда по молодости вспоминать в деревне идешь и чувствуешь дух русский сейчас я приезжаю в эту деревню я живу в подмосковье этого духа нет вообще он отсутствует как вы считаете вот это можно я сначала выставил а вы потом может быть потратить и унесет какие-то користи и положа руку на сердце я не в том что я пенсия маленькая плакаться не буду на все время больше но положа руку на сердце у меня душа болит и разрывается от боли за нашу страну дело в том что вы смотрите начиная от ростова заканчивая допустим пора начиная с нибирь дальний восток хабаровский край это уже можно сказать отдается китаю китай туда миллионными ордами заселяется той стороны юга а это таджикистан узбекистан я не против вы я только за мир за дружбу но они ведь тоже заселяется со своей религией со своей верой и получается если у нас рождаемость практически ну вымирает больше людей нежели рождается а кто заселяет китай с буддизмом они рождают там каждый год детей соответственно на 49 лет им была вода земля что там будет православие вот мне душа болит с этой стороны а азия калкас с той стороны буддизм православие остается при нашей рождаемости я думаю что мало вариантов нам сохранить все вот это российское богатство и вот как я считаю может быть вы по-своему можете смотреть на и вот свои взгляды вам а господь дал больше чем нет но я считаю что только можно спасти россию вот это моя точка зрения чтобы нашелся человек хотя бы вот великий пост хотя бы последнюю неделю отключить все эти каналы рекламами порнография с этими выступлениями политикой подать слово божье кругом закрыть это увеселительное заведение и чтобы все люди все православные христианами нашей страны также украины и белоруссии едином порыве в единой молитве к богу попросили его чтобы он прислал заступника на нашу страну российскую чтобы этот беспредел который творится в данный момент по всей стране как-то прекратился чтобы люди начали понимать слышать друг друга видеть друг друга почувствовать понимать он поможет жить просто по божьим законам ну вот так приблизительно моя тематика так самый вопрос в чем заключается вам нужно вождя чтобы который поднял народ на битву нет не вождь который на битву я не за насилие никогда я не был я за то чтобы его действительно в единой молитве чтобы по всем каналам православным транслировался чтобы наши люди которые соображают более значительно религиозно и чтобы доносили до людей регулярно что нужно делать каждый день что нужно именно великий пост как молить господа чтобы он пришел на помощь так если я вам сейчас буду отвечать а вам не понравится как я говорю наше отношение ухудшится ни в коем случае ни в коем случае я буду только рад может я в чем-то ошибаюсь а мне хотелось бы услышать от вас ответ так вопрос задали выслушать сумеете молча то что вы говорили там китай все вы говорили правильно но дело в том что вопроса на суде божьем будет а что ты сделал видеть это видит миллион а делать а делать или нет христос пришел и вот мы считаем евангелие тиана 1 глава 12 стих пришел к своим вождь переправить все а свои не приняли его а он горит я пришел к погибшим овцам израиля израиль это избранный его народ и там он не нашел овец а погибший скота могильник как у нас храмах православных здесь вопрос стоит а что я сделаю вот такую я вил картинку мужик лежит на диване в руках у нее шашка как у у чапаева брюхо такое свесилось через диван даешь магнитку даешь восстановление россии у него шашка есть и брюхо и диван да что ничего нету а что делать надо ну я вы высвечу так называемые нерешенные вопросы слово проблема не употребляю но мне не нравится в россии исчезла полностью пустырь один двадцать одна тысяча сил десять тысяч дышат на ладан то есть там один два три человека больше нету и вот выступает у нас здесь я в барнауле в законодательном собрании от кпрф не на данилова и она говорит вот это запустение вот то что эти селы это не просто мы стерли надпись на дороге или где-то это потеря территории законно потеря потому почему написано господня земля и что на ней вот вообразите что я присутся на одном всемирном конгрессе там путин президенты все но меня вызвали узнали много обо мне и говорит он не боится никого и он скажет нам правду но дальше я говорю разрешите мне сидеть в уголке тихо и спокойно я вам картину рисую маслом вот выступает один другой и говорит какая прибыль население у кавказских народов восемь целых одна десятая ребенка у русских одна целой восемь десятых воспроизведения нет чтобы был воспроизведение даже хотя бы три ребенка потому что естественно убыль болеют попадают в аварии и так за время перестройки у нас стране убито не не немцам не гитлером убито самими русскими женами сто двадцать миллионов за двадцать лет сто двадцать миллионов это большое государство в европе кого мы будем искать кого поднимать каждой женщине говорить она и так это знает почему мужики подбивают на это что нищету плодить а нищете попутно у нас отец тихон дмитриевич вернулся с фронта без руки под плечо нету и нас в семье было не считая умерших живых детей 10 10 парнишек десять девчонок это пять парнишек пять девчонок и мы ни разу никогда не слышали от родителей чтобы они ругали власть вот они там забрали в план приехали все у нас забрали гусей а отец инвалид войны 10 ребятишек пощадите и которая забирала паная звать видимо пороскове то и она где-то ехала зимой лошадь ее сбросил на руки и ноги и отрезали отмороженное отец только и сказал наверное наши слезы отлились больше я ничего не слышал значит все как у льва толстого один мужик приехал в городе нахватался всего эти горсов табе вот все в табе вот сел 21000 теперь скажите всех переберите своих знакомых дальних близких курсе по всей стране опубликуйте кто взял заброшенный участок и восстановил его да при том на каких условиях почему не исчезли я отвечу почему не чтили господа бога не чтили его уставы не призвали на помощь и господь порушил все оно никому не нужно пьянь вы говорите тогда народ был такой дух а теперь не то вы совершенно правильно говорите я начальник детского лагеря сам его обосновал основал и 45 лет бессмертный начальник единственного стране трудового православного христианского лагеря стана в честь элемента танкирского 1 72 года это почти 20 19 лет при советской власти что со мной только не делала в девяносто в этом году 15 краевых комиссий это и пожарники и органы прокуратуры и милиции все санэпидемстанции собрались задушить лагерь что делать мы построили вышку с которой дети наблюдают как коршун летает чтобы сусликов не таскали один у меня дежурит наверху кричит внизу то с прутиком мальчишка бежит и кричит коршун уходи я их приучаю теперь ребята смотрите вот этот атаколог районный центр там с той стороны может появиться машина и машина как только появилась они заметили дети это дали сигнал а я в деревне предупредил как только будет колокол бить а это у нас большая рында кислородный баллон железякой бить знаете тревога все бежать сюда бежать нужно у нас один аппарат был видеоаппарат чтобы снимать это все так и сделали да потом они напишут мы делали все тайно но лапкину кто-то из наших предал наши планы мы приехали там вся деревня никто не предал я не знаю у них мнение такое почему опережать события на несколько шагов не по уголькам шагать отец таким пришел брат мой священник милиционер стоит здесь он подошел потихоньку говорит ему тебе должен своя дорогая ну я этим живу залез в машину чтобы тебя не видели сиди там это не твоего ума дело здесь совсем да и ты права еще я сделаю это а мы забыли это обыкнули две жерди затем уже конечно было дети уже заранее написали плакаты и они стоят крыши над столовой она маленькая наклонена то стоять можно и дети кричат не заходите не заходите не а в руках плакаты коммунисты-людоеды займитесь своей душой коммунисты волки отступите от лагеря и дальше александр невский пишет наша сила это не вооруженных силах а в правде это плакаты такие все это заснятость все это выставлено в интернете и они пробыли у нас несколько часов а им главное меня вытащить а я в это время в одной келье сижу и стал молюсь и молюсь и господь отвел это 15 комиссий но у меня очень близкий знакомый генерал-лейтенант прокурор края и он все это погасил у меня близкий знакомый мэр города директора завода там все стали выступать кому лагерь помешал и в это время выходят от санэпидемстанции указ прикрыть лагерь а мы существуем дальше ничего не могут сделать указы не действует есть московский комсомолец поганейшие газеты и она на алтае есть и статья наконец-то этого лжеправославного папа прихлопнули я узнал по приехал когда я говорю как прихлопнула и существует дальше мы не виноваты кто писал статью они не говорят один говорит лучший журналист александр самульсов я говорю я требую сатисфакции это изменение в печати как написали да вы что да никогда ну все тогда мы молимся чтобы господь сам стрелял прошло несколько дней его находят убитым зарезанным по сей день нету теперь вторая выступает по этому по телевидению тоже у нас там снимали он бывший летчик то и вот снимают с работы другому запрещают там ирина одна я запретили на религиозной темы говорить а мне прокуратуре говорят что за разгром против нас вступал профессор его дата в подъезде остановили ножами изрезали задницу ребятишки которых я никого не знаю я не одобряю это но факт тот что это все зафиксировано почему молитва связь с богом они решили уничтожить лагерь я начальник детского лагеря 45 лет ни рубля нам не дали ни одного отравления ни одного больного больные выздоравливали ни одного утопшего сгоревших как другие это вот пишут на самом озере там девять ребятишек утонула президентская проверка почему молитва и строгость это все содействует и теперь они показывают снимают уже как религиозные фильмы до этого был снят предчувствие фильм но мы там не полностью там другие кадры есть занял первое место на международном киноконкурсе это не на дороге валяется золотой витязь в югославии взяли другой фильм прямо про меня потеряевка у нас село и написали златоуст из потеряевки я не златоуст но это они назвали так ко мне даже за это нападают я все время подчеркиваю меня нет гуманитарного образования просто технарь этот фильм государственный на такие вот бобины снимали тогда еще не было этих видиков то занимает первое место в россии нас называют в английской газете искорка возрождающейся россии я к чему говорю детская беспризорность по разным оценкам не менее двух миллионов иногда четыре иногда меньше берут отчетах милиции 2 миллиона я спрашиваю что вы сделали ничего я конкретно в маленьком месте образовали лагерь постройки сделали заляпа на этом сделали как ну они там говорили курятники то другое я песнопение составил лагерь стан в степи на навозной кучи что может быть круче и они каждую субботу с пятницу у нас костер там яма где все это заснятое песнопение наши составлены в это месте отдаленном хорошо пение оглашает пение птиц наш костер горит к суглями горшок звезды искрами рассыпались вниз и дети поют это я стихи написал такие первые дети что мы сделали лагерь деревне пропадает одна но неужели 21 тысячи людей нет у нас стране которые начали бы строить достроили да было у нас недалеко здесь да было такое и чем закончилось два года все рассыпалось мужик богатый приехал чуть не 30 машин только грузовых пригнал с казахстана почему началось воровство пьянство блуд и все кончилось а у нас мы первым делом храм строим у меня брат протеерей на 5 лет моложе меня мне восемьдесят нынче я показываю вот деревня и лагерь два вопроса уже решаются мы показали пример нас давили но не могли ничего сделать пакости всякие у нас нет никакого тегла первыми время мы бревна подвозили на корове корову одну купили на корове волоком потом лошадь купили лошадь прям недалеко тут за околочком стоит и она отобралась прибежала у нее штырь вот такого размера воткнутый в спину коня загубили сколько раз сжигали у меня 18 лет 18 раз лагерь сжигали дотла мы заново молились и восстанавливать то есть препятствий полно угрозы теперь говорят преступность ну все в стране захватило я просто высветить хочу то что вы сказали я сгорю я не не спорю с вами вы все правду сказали вопрос что ты лично сделал для этого а что я могу сделать то преступники а преступники они куда когда выходят из тюрьмы и в китай это шлют нет они наполнены злобой местью суда и они родных и близких подбивают тому менты и проклятые бей их я знаю как говорят я сам сидел пяти тюрьмах в лагере отбывал за слово божие 26 лет меня психиатрия гнобила давила пытала накачивала и они ничего не могли сделать как будто меня из железа бог создал я им говорю вот я вернулся и теперь пошел в местную тюрьму сизо называется 17 дробь один 3700 преступников я добиваюсь того что мне разрешают ходить по камерам сопровождающим узнавать нужны каждую неделю раздаем бумагу там газеты какие брошюры иконы покупая крестики дальше я даст виду это время три радиопрограмма и узнаю что у них нет динамиков там попортили я по радио сказал мне нужны для тюрьмы динамики утром стал 56 динамика принесли на станцию радиостанцию 56 я завожу их тюрьму устанавливать по камерам я выступаю с проповедями начитываю проповеди на пленку я ухожу а там их крутят приходят люди из заключения они меня ищут по городу отблагодарить вот это преступность 3700 человек уже охвачено давайте все делайте вот начинают мусульмане с юга все захватили а евреи печати деньги с 32 года работали бесплатно а теперь все перегнали в израиль да в америку миллиардеров все все жиды все захватили я групп минутку скажите вы верите в бога нет но тогда идите за навальным или как идите начинаете майдан устраивать нет а вы еще считаете не надо бороться надо с мусульманами надо бороться а как любовью оказать любовь где они в нужде попали то другого них много полезного нам учиться у них надо как они девственность сохраняют до брачной ночи сто процентов а у нас седьмом классе уже трудно найти на трое букву алфа это называют их дальше а с евреями надо бороться а как любовью нам другого оружия бог не дал чтобы они обратились ко христу которого распяли что готовят они воцарение машааха местию антихриста воцарят сказать им открыть это римлянам 11 глава остаток израиля спасется то есть я высвечу вопрос и делаю конкретно вот мусульмане я им говорю они обращаются православие принимают к нам приезжают деревню крещение по всему православным правилам в воду батюшка заходит и готовят готовят с миру приходит человек ему минут 15 посвящает у нас 500 часов 500 умножить в 2000 раз мы больше тратим время на человека чем они патриарших храмах и притом наш храм один такой на всю страну почему мы доверились богу не просвещен народ я веду занятия одновременно 5 университетов 13 школ все техниками во всех пяти отделах милиции в городском и краевом у воды много лет веду только в одном университете я 18 лет преподаю а там 21 тысяча студентов со семнадцати стран туда присылают учиться дальше заводы фабрики прокуратура в кгб я везде проповеди несу библию достаю книги можно что-то сделать на сон уходит два с часа так народ не просвещены я с кафедры выступаю три ради передачи и написал 41 книгу так я никто это бог делает все понимают человеку это невозможно за девять лет я за компьютером провел больше тридцати тысяч часов в окрестных селах только мы раздали более тридцати тысяч евангелий книги издана я повез по всему миру с барнаула до владивостока приехали домой контейнерами заслали границы ростов ростовская область калужская и дальше идем до атлантического океана португалия лиссабон проходим прибалтику скандинавию засылаем книги в англию шантландию и ирландию проходим турции стадо 650 городов а нас всего трое и собака я призываю к тому что не просто лежать на боку и даешь вот пожалуйста вопрос просвещения просвещение да книги написано в пророческом духе они из мертвых человека поднимут образец это не наше повторяю благодать божие не мне слава богу слава он воодушевил он дал знание и все пошло дальше без стихи у меня стихов 3467 по 9 куплетов и ни в одном нет помарки чистого листа написаны и положено на музыку уже 80 с лишним поются откуда бог я считаю стихи как первый раз вижу ну простите у бога сдвиньтесь место вот я показываю землю возродить детей возродить с преступностью работа какая с мусульманами с евреями просвещение а всего это море на всего-то тут 10 человек все а вы-то которая там у вас опыт свой есть если нет мы поделимся опытом начинайте работать не просто плохо у нас архи плохо и нам когда собрались вот где-то там конгресс всемирный там когда меня пригласили об уголок сел я слушаю и как говорят выступает представитель малоимущих с такого государства и говорит у нас земли не хватает а в россии пустые правильно это или нет президента нашего спрашивают я не говорю кто был президент тогда я рисую картину он говорит да это неправильно ну как же так пустая земля а нам негде жить у нас два миллиарда населения китайский представитель говорит где нам жить вопрос ну что войну идти на вас или как да зачем мы так запустим без войны ну как чеченную чечню хотели отнять и отдали две щеченских войны провели и так и здесь общий закон государственной российской федерации и выступает жириновский владимир вольфович когда цунами было в японии дайте японии по размеру столько же земли у нас пустой земли а там оставить как музей люди страдают у нас земля пустая мы ездили по этим ну ездили с владивостоке были все проезжали пустыне никого нету мы каждый день проезжали тысячу 30 километров отбой в 10 вечера подъем в два ночи я вас не усыпил я рассказываю то что есть конкретно мы должны сказать господи услышь молитвы наши как пророк исаи говорит все разрушено кого послать от меня пошли господи господь ему говорит у тебя рот нечистый уста нечистая так очисти и тогда херувин там берет специальными клещами уголь и проводит ему по устам и очистил теперь иди и говори он говорит народ мой израиль забыл меня бык вол знает владетели собой осел знает ясли господина а народ мой заблудился и пошел куда попало это православное это 700 лет до рождества христова мы должны взять из библии опираться на святую библию держать ее в руках цитирует святую библию и жить только по ней все смирять по ней она это нужно не один день ежедневно чтение почтение я рассказываю то что приходится делать вот ко мне привезли еврея показать вот вот евреи там приходит слушать мысль он у меня побыл но не больше двух часов он обратился православия стал священником на ум израилевич поручение с патриарха или второго вот прошлом году нас крестили мусульманин принял православие впервые дали такое имя ездры как это борьба борьба мы показываем как надо служить меня даже есть такой случай что следователь обратился который меня допрашивал которые сажали меня начальник тюрьмы полковник умер по-христиански в тюрьме сколько людей прошло туда не проникнет а меня господь взял и туда толкнул в это пекло я вышел живой хотя судя по всему я никак не мог выжить оттуда как это бог делает и новые люди приходят ко христу а если ты умножим давайте на 1 миллион это может в течение одного года страну поднять но детей нету их не будет чужие были и будут земля богу принадлежит и меня спрашивает когда я в уголок запился забился там возле он я говорю да его рассуждение правильное я не горит мы вот что решили сейчас сделаем сбор денег каждому жителю россии дать 140 тысяч долларов это большая сумма а зачем чтобы они съехали с этой земли куда угодно землю освободили для наших людей потому что где бы русские не появлялись на курортах все кверх ногами если женщина приехал ей немедленно семь мужиков давай пьяница ломает все и теперь спрашивают на западе немцы итальянцы курорт а скажите а русские у вас отдыхают там если отдыхают никто не хочет ехать лицо современных русских а такое есть неуважение нет ни зачем живет он не знает вот деньги куда попало тратит и поэтому что что идет исчезновение это все объяснимо по нашим делам а причина только одна не знают бога повернулись спять я вам отвечаю на ваш вопрос сделать ничего без бога нельзя 15 5 евангелия тьяна христос говорит без меня не можете делать ничего я благословлю будете благословены а я говорю а вы знаете какое благословение что такое ну это все хорошо жена там слушается не ты не подкаблучник дети с тобой там ну все хорошо я говорю что благословенный быть нужно знать что в него заключается два столпа вот первый и второй а между ними еще 500 благословений но самое первое запомни 12 глава бытия никогда не проклинай потомков авраама у мусульман это ибрагим никогда и ты будешь проклят иначе облагословляет то есть евреев где бы что не рассказывали не подсоединяйся не поднимай руку евреев пытался полностью решить этот вопрос не генри гиммлер только на сам гитлер и они 6 миллионов это как они называют холокост я не считал ну так везде утверждают 6 миллионов а для населения в 13 миллионов это большая потеря половина населения и теперь гей гитлер стали объявил им войну где сталин они набрали такую силу вся печать вся юриспруденция все средства все в них руках вот и все почему бог благословил так они христа распяли я не спорю это так но с ними надо бороться надо проповеди христовой вот у меня обратился еврей стал священником пусть через каждого священник один еврей обратиться станет священником православным уже вопрос будет другой температура начнет менять все пусть каждый создаст лагерь как я мне отдохнули тысячи детей и на государство не надеялись деревню строим мы пруды сами восстанавливаем дорогу сами делаем а дорогу делать даже там от 150 метров щебенку насыпать двести тридцать две тысячи отдал больше миллионов землю зарыл государство должно делать она не делает мы что поприще для подвига еще больше еще это будет ценнее и интереснее а найдутся люди которые это распространять будут я вам обещаю так подробно то что мы делаем а где не делаем мы просто не знаем а как бороться с табаком до отравляют но у нас при входе при въезде с потеряевку деревню которую восстанавливаем написано курить на территории деревни запрещается еще ни один человек не курил 27 лет они заранее уже прячут в штанах женщины не ходят прежде мы дадим юбку в храме у нас ни одного постороннего нету оглашено изведите они выйдут мы про меня спрашивают в интернете вот если женщина там в брюках вы его войти из храма я говорю не выводим а говорили у вас строго я почему не выводим то это есть почему не спрашиваешь на почему да мы не запускаем если побеседует там принесем переодеться ей но это тоже надо работать я должен юбки там отдельно держать ну и все проще без платка ни одна не будет храме у нас никогда два платка вы видели у нас как подеты женщины как хиржап мусульманский я говорю только о том где мы как-то прикоснулись жить надо экономно ничего не тратить своя земля обрабатываем у нас знакомые рядом но у нас мало земли 1 1 гектар 400 но 400 их тоже надо обработать а у нас рядом фермер соседнем селе нам помогает надо у него шесть тысяч семьсот гектар а начинал там 45 как а он рабочим дал такую зарплату который нигде не платят ни один не ворует если ворует за счет за борт у нас тут вестфалика такой магазин обувной немецкий и когда все разруха было они просветали почему у них строжайшая дисциплина но и заработок раза в три больше нормального то это два фактора хорошо платить и строго держать у нас наработка есть у других есть надо совместить это вы пока говорите это ну хорошие слова все ну план нарисуйте как сами бы уже не сделайте потому что инвалид как я понял так но не инвалид ладно там попали где но организуйте людей найдите напишите устав зарегистрируйтесь возьмите участок около вас там полно таких деревень заброшено и начните показывать чистый экологический продукт будет дети при тебе будут повторю ничего не получится не вы делаете но мои слова помните почему без бога если если с богом получится тут надо самоотверженно сказать отрекаясь от самого себя я беру крест который возложит христос вот это гонение нас это крест называется исследует по заповедям христовым за ним мой ответ подходит для вас ну вот все значит вы не зря пришли так подождите что-то прерывается водит и где то есть подойдите чтобы слушали я плохо слышу что-то такое прерывается булькающий звук я сейчас узнаю кто там есть дома никого нету ладно повторите еще раз я вас хорошо я вижу вас но сейчас лучше слышно давайте подождите не слышно звук совершенно непонятный что-то там не ладно поближе к микрофону может быть надо ну давайте говорите может быть слышно будет так подождите опять не слышно не 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 это не знаю посмотрите что у вас там может быть в интернете что-то не так ну может связь с нами прямо не не это слова скрываются какие-то сейчас лучше слышно ну вас не видно только один лоб видать повыше хорошо давайте тогда чтобы послушать нет да да голову поднимите повыше чтобы я вас видел нет у вас все как-то взято боком вот так все так микрофон поближе к себе держите говорите так подождите 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 опять ничего не слышно я не знаю почему никак исчезает и исчезает голос и просто так звук издается буль-буль-буль-буль а сейчас вот сейчас вы говорите два слова тут я понял но сейчас нормально вот сейчас как будто нормально говорите ну вот у меня случай произошел я приехал с вахты или напротив дома там появился колдун ташкента самой высшей категории у самого высшего класса слышно да да тогда джуна была давать ашвили то откуда вас это взялся то я не знаю куда он взялся но он приехал и начал лечить всех это всего и результаты были ну таки на весу ну и я решил пройти посмотреть на эту колдуна третья ладу женщину я регулярно в храм хожу она там служит в храме и я говорю пойдем сходим вместе но она боялась нас не подведут да чё подведут пойдем посмотрим ну и зашли там мужчина средних лет чувствуется что он борец у него торс такой бицепс и в общем чувствуется что он спортом занимался и лечит всех а то всего результаты конечно шокирующие ну я как боеверующий человек я стал проповедовать такую истину там много людей с ними я им сказал я говорю вы пришли к этому человеку а потом идете в храм вы определитесь или вам в храм нужно ходить или к чертям вы пришли в данный момент чёрт говорю а потом идете в храм вы определитесь куда вам ходить ну и специально громко говорю чтобы этот целитель слышал что люди здесь которые недовольны его лечить ну он выходит мимо меня прошел даже не поглядел на меня и вернулся назад я чувствую что я начинаю терять сознание у меня в голову такие сразу шумы колики я чувствую равновесие терять земля уходит под ног именно эта женщина с которой пришли я могу сказать на ней выезжаю на улицу снег и коль как я там ну тебя на следующий день только пришел и вот таким человеком произошел случай он на третий день великого поста зашел в самый большой у нас гастроном и посредине зала упал и умер это кара божья не знаю нельзя сказать по этим данным как это тем более то судьбу божию я считаю не надо определять но видно что что-то случилось но за это за что ну что от бога это зависело до волос головы не упадет с этим согласен но выявлять вот за это за это это очень рискованно можно ошибиться просто не я осторожничаю потому не знаю что можно ошибиться а может за это может не за это бог только знают он мне ничего не докладывает бог он не просто я должен видеть и размышлять скажу да бывает так господь на месте поражает колдунов и это в житии иоанна богослова там кинопс был людей прещал этим воскрешал там и все такое то он его один говорит у меня отец утонул так я его выведу сейчас говорит и в море шагнул и в волнах скрылся давно его нету а я он помолился перекрестил его и море замкнулась и он больше никогда не вышел оттуда он никого не мог вывести другого как это беса вывел бы показал да ну ладно какие у вас вопросы какие еще есть я вам скину ресурсы наши и вы на нашем ютубе у нас 14 тысяч роликов и вы там найдете все отдельно сайта не на форум что-то не слышно ничего ушло полностью звук исчез полностью ладно тогда давайте прощаться храни вас господь до свидания до вот так вот так вот так вот так вот так вот так вот так